Группа Волощука СД давно решила на полуострове Камчатка побывать. Здесь Волощук служил, здесь набирался силы, и на всю жизнь он получил здесь вдохновение заряд. Камчатский край богатый, но суровый, здесь начинается российская земля. Народ живет здесь смелый и толковый, когда здесь утро, то в столице еще спят. Мы постараемся вам показать как можно больше вулканы, гейзеры, овачу, сивучей, китов и медведей. Памятник Берингу, Петру и Павлу, губернатору Завойко. И песни вам споем про этот край, про океан и про людей. Уважаемые любители рок-музыки, ну вот и подходит к концу наше рок-путешествие по Камчатке. По Петропавловску-Камчатскому и вообще по прибрежным районам различным. Все, что смогли, мы вам покажем. А заключительный репортаж решили сделать с территории храмового комплекса Кафедрального собора Святой Живоначальной Троицы. Это главный православный храм Петропавловска-Камчатского. Виден весь Петропавловск-Камчатский с него. Это очень грамотно, потому что храм всегда строили на самом видном месте, на возвышенности. Чтобы была видна дорога к храму. Чтобы здесь у людей в голове откладывалась эта метафоричность. Что к храму нужно идти, преодолевая трудности. Дорога к храму должна вести человека к святости. Его очень хорошо видно, когда ты едешь из аэропорта Елизова сюда. Что я хочу рассказать? Ну, во-первых, подвести итог. Конечно, прекрасны были экскурсии. В первый день нам местный лучший гид Татьяна Алексеевна, фамилию я не знаю ее, она нам рассказала вкратце о Петропавловске-Камчатском, об его истории. На второй день нам удалось съездить на вулкан Мутновский, где мы увидели вот эти вот снега, которые не тают в горах. Вот эти туманы, вот эти буерраки на джипах сафари. Мы ехали, очень интересная экскурсия. Посетили пещеру знаменитую, в которой даже концерты дают симфонические. Это очень интересно. Где ледники тысячелетние лежат, так и они не тают. На третий день мы сделали морскую экскурсию по Авачинской бухте. Мы увидели все самые знаменитые кекуры, то есть скалы, торчащие из воды, бабушкин камень, камень шамана, три брата, чертов палец. Посетили бухту Завойко, увидели лежбище Сивучей, увидели китов, даже нам повезло. Мы трех китов увидели. Сначала парочка китов, а потом один одинокий тоже там ходил уже в океане. Мы побывали на Халактырском пляже, потрясающий, из черного песка, вулканического, вот такой вот пляж. Вода, правда, холодная была, 9 градусов тепла, но все равно мы покупались. Но не зря же мы сюда приехали, поэтому обязательно. Побывали на термальных источниках, в лагуне, так называемый комплекс, туристический лагуна, где бьют термальные источники. И они специально сделали там бассейн с термальными источниками. Рядом есть, конечно, озеро прям холодное тоже. Отличный комплекс, все там хорошо. Так что вот такие вот у нас были экскурсии. Но вкратце я хочу немножко рассказать о Петропавловске-Камчатском. Почему хочу рассказать? Потому что экскурсия была краткая, и нам гид немного сжато все рассказал. Петропавловск-Камчатский основан в 1740 году Витусом Берингом. Но на самом деле, немного незаслуженно забыто еще две фамилии. Первая фамилия, это Мичман Иван Елагин, которого Витус Беринг отправил в 1939 году из Охотска подготовиться к приходу экспедиции основной. Поэтому он на пакетботе Архангел Гавриил пришел сюда в 1939 году, Иван Елагин, Мичман. И построил здесь казармы, жилье, склады, лабазы. И уже в 1940 году пришел сначала опять-таки незаслуженно, ну не то что забытый, но малоупоминаемый, Алексей Чириков, который возглавлял пакетбот Святой Апостол Павел. Там было два пакетбота. Святой Апостол Павел, это Алексей Чириков, и Святой Апостол Петр сам возглавлял Витус Беринг. И поэтому они в 1740 году уже подошли на этих двух пакетботах, в честь которых Петропавловский назван, Петр и Павел. Вот, и опять-таки, Алексей Чириков подошел тоже раньше на месяц сюда, но днем рождения Петропавловска считается все-таки приход сюда Витуса Беринга, который пришел в октябре 1740 года. Было две экспедиции Витуса Беринга в Петропавловском участке. Первая началась в 1725 году, еще она была задумана Петром Первым, он умер в 1725 году, то есть после его смерти уже ушла. Но, тем не менее, он дал команду готовить эту экспедицию, еще Петр Первый. И именно Витус Беринг ее возглавил, Витус Иоаннсен Беринг, Петр Первый его называл Иван Иванович Беринг, но по-русски. Но реально Витус хоть и был датчанином, он стал русским офицером, самым настоящим, преданным России, патриотом России. Теперь по поводу этой экспедиции Первой. Они два года шли из европейской части России. По суше, через всю Сибирь они шли к Охотскому морю. Там уже они построили пакетботы. И там уже исследовали акватории, побережье всего, и растительность, и население. Все исследовали, живность, все это описывали, и самое главное, они делали картографию. То есть сама экспедиция, это не частная лавочка, это не пять человек, это огромная экспедиция, затратная. Там участвовали различные ученые, исследователи и животного мира, и растительности, и население, и картографы, геодезисты, в переводе на наш современный язык. Два года они шли, только там поиски и вернулись. И вторая экспедиция была в 1733 году. Ее опять-таки возглавил Витус Беринг. Она уже была более мощная. Они опять-таки шли пешком. С ним уже пошла его жена. Они взяли с собой пианино. Это была большая экспедиция. То же самое, они туда три года шли. И после этого они там уже на месте строили эти пакетботы. Вы представляете, какой сложностью это была задача? Ведь все эти крепеж, все эти металлоконструкции, которыми надо скрепить эти деревянные мачты, деревянные корпуса. Представьте это все сделать. Поэтому Витус Беринг был жесткий командир. Он выполнял цель, поставленную четко. И поэтому придя туда, на Камчатку, он собрал там всех, обустраивая город. Он со всего местного населения всех мужиков, охотников, рыболовов, он заставил работать на экспедицию. Одни охотники-раболовы, они обеспечивали едой, все остальные что-то строили. То есть это была жесткая принудительная работа. Не стоит воспринимать в прошлом великих людей, как неких добрых личностей. Нет, это были жесткие ребята, умевшие достигать поставленных целей. Ну вот, опять еще раз, смотрите, какая красота. И вот поэтому вот эти люди, Иван Елагин, Алексей Чириков и, конечно же, Витус Берин, который и был командиром экспедиции. Поэтому именно он, конечно, увековечен в истории. Но смерть его застала опять-таки в море. Он погиб как настоящий командир. Они разбились возле острова, которому присвоено звание Витуса Беринга. Потом от Цинги многие умерли. Они вырывали землянки, жили в этих землянках, добывали там пропитание. Но Витус Беринг умер. И как его узнали, когда могилы потом много лет спустя вскрывали, то он единственный был похоронен на досках, как командор. Остальные просто были положены в землю. Поэтому опознали его. И по останкам уже, по новой технологии, я не помню какого-то профессора, восстанавливали внешность Беринга. И выяснилось, что эта картина, по которой его везде позиционировали, это, оказывается, был его дядя. Но не сам Витус Беринг. Его потом восстановили. Его внешность. И уже сейчас это понятно, как он выглядел. То есть вот так вкратце о Витусе Беринге, о зарождении этого города. Теперь о самом современном Петропавловске-Камчатском. Город, областной центр. И, конечно же, немножко сейчас, в моем понимании, не то, что трагична его там судьба, она немного пессимистична. Хотя я оптимист и смотрю в будущее очень оптимистично. Но, если здесь в 1825 году при первой переписи населения в то время было около тысячи человек жило, в Советском Союзе при всех этих льготах и северных надбавках, при закрытом городе, он был богатый. Здесь за счастье считалось остаться работать. Я служил здесь, поэтому я знаю, чтобы остаться здесь работать, жить, нужно было рекомендации командира корабля и комиссара корабля. Тогда население к концу Советского Союза, к 90-му году, дошло до 273 тысяч человек здесь жило. И сейчас перепись показывает, что здесь живет 180 тысяч человек. Значит, состав населения, основная масса это русские, 142 тысячи человек здесь живет русских. 6,5 тысяч украинцев, еще там полторы тысячи белорусов, еще немного азербайджанцев тоже больше тысячи, все остальных меньше тысячи человек. Много национальностей разных, ну, со всего Советского Союза. Самих местных жителей, это ительмены, айны и камчадалы, их очень мало. Камчадалов здесь что-то порядка 125 человек. Ну, вот, чтобы вы понимали. Поэтому камчадалами называют сейчас просто коренных жителей Камчатки. Ну, русских в основном. Вот даже наш гид, он коренной Петропавловец, он называет себя камчадалом. Основное здесь производство всегда было и остается, это, конечно, рыба. Ловля рыбы и переработка. Рыбы здесь очень много. Она недорогая, но вы же знаете, что за морем телушка-полушка, до рубль перевоз. Но мы здесь крабов за эти не наелись. Нас на яхте угощали при экскурсии. Правда, там были крабы-стригуны, это маленькие крабы. Здесь, конечно, есть небольшая горнодобывающая промышленность. Здесь добывают золото, кстати. Вот. И здесь, что самое интересное, здесь построена геотермальная электростанция. Это редкость. Она чисто на геотермальных источниках. И она построена на вулкане Мутновский. Потому что там очень хорошие запасы, так говорить, вот этой геотермальной энергии. И он такой спокойный вулкан. Она геотермальная. Это станция, которая может запитать весь город еще плюсом. Но она работает на 30% своей мощности. Запитывает часть города. Питает золотые рудники. А здесь есть еще теплоэлектроцентрали, которые тоже электрику воспроизводят. И тепло дают городу. Которая работает на газе и на мазуте. Что здесь еще? Ну, понятно, сфера обслуживания. Но вот этот отток населения, меня, честно говоря, он огорчает. Потому что места благодатные. Здесь на самом деле и природа, и погода очень хорошая. И есть чем заняться. Но вы видите, 90 тысяч отъехало людей за годы возрождения капитализма в России. За 30 лет. Но почему это произошло? Я поясню вам. Что здесь были льготы, вот эти северные, надбавки за выслугу лет. И поэтому получалось, ты зарабатывал, допустим, там тысячу рублей. А у тебя, допустим, северный коэффициент 2. Итого 2 тысячи. И еще ты там, допустим, за выслугу лет ты здесь прожил лет 10. Тебе еще 100%. Поэтому заработал тысячу, получаешь 3. И люди здесь работали. А сейчас вот эти все надбавки остались только у госслужащих и у военных моряков. А основная масса обслужащих персонала и предприятий всех, они стали частными. То есть вроде бы эти льготы сохранились. Почему они остались только для госслужащих? Да потому что раньше все предприятия в Советском Союзе были государственные. Поэтому для гос остались, а для остальных нет. Это нужно менять. Здесь нужно обязательно делать это стимулирование приезда и жизни здесь русских людей. Потому что так недолго и край потерять. Нельзя этого делать. Нужно обязательно стимулировать здесь и производство, и туризм. Я понимаю, что это уже набило оскомину всем, что все проезжают, восхищаются. Здесь надо развивать туризм, никто ничего не делает. Но меня порадовало, что мы были вчера в Лагуне, в этом туристическом комплексе. Его уже выкупили москвичи. А в Москве все-таки ребята предприимчивые. Там уже научились зарабатывать деньги. Поэтому мы там были, там идет стройка, расширение, увеличение номерного фонда. И там действительно приятно отдохнуть. И природа, и термальные источники, и озеро прекрасное. И на каяках можно поплавать. В общем, все есть. И ресторан неплохой. Ну, до московских ему далеко. Повар там менять надо, однозначно. Пусть он не обижается на меня, но человек немножко недопонимает, что такое гармония вкуса. Что здесь еще? Ну, конечно же, здесь одна из баз Тихоокеанского флота. Здесь Вилючинск. Это город подводников. Где стоят наши субмарины атомные. Которые, я повторюсь, американцы злобно называют осиное гнездо. Эту Вилючинскую базу подводных лодок. А люди гордятся тем, что они таких называют. Осиное гнездо. И плюс надводные корабли. Ну, вот мы были в Завойко. Правда, их перегнали половину во Владивосток. Но еще есть там военные корабли. Какие-то корветы стоят, сторожевики. Ну, и морщасти погранвойск стоят там. Чисто охрана водных рубежей. А большие корабли, противолодочные, эсминцы, они ушли во Владивосток. Только подводные лодки. Крупные, большие атомные субмарины. Ну, вот такой вот город. Ну, и развивается. Здесь торговый центр уже приличный. Ну, и кинотеатры вот эти все. Звук сараунд. Все это есть в этих торговых центрах. Ну, мы получили удовольствие. Особенно от сегодняшнего купания на Халактырском пляже в Тихом океане. Во! Вода градусов 9. Максимум температура. Еще дождь шел. Ну, мы получили удовольствие. Это класс. Гостиницы слабенькие. Их очень мало. Мы за два месяца заказывали себе номера. В более-менее приличных новых гостиницах уже ничего нет. Ну, 5-звездных здесь вообще нет гостиницы. Да и 4-звездных это можно назвать с большой натяжкой. Поэтому живем до сих пор в гостинице Авача. Это еще советская гостиница такого профсоюзного типа. Там никаких звездах не пахнет. То есть нам-то отдали самый лучший номер. Как рок-скай-рок-звезде нам отдали президентский номер из трех комнат. Там гостиная с большим столом. Кабинет для работы очень удобный. Кстати, стол хороший. Кресло хорошее. И спальня большая. А все остальные участники рок-группы живут в одиночных номерах. Они маленькие, такие туалетики маленькие. Принудительной вентиляции нет. Естественно, вентиляция-то есть там, конечно. Но это не профессиональный подход. Кафе там прикольное. Небольшое. Еда чисто советская. И что я хочу сказать по поводу кафе. Но так как мы выросли все в студенческих столовах. До всяких там военных столовых. То, конечно же, вот эта еда советская там сохранилась. Вот эти котлеты, где хлеба не меньше, чем мясо. Но они вкусные. Мне они нравятся. Поэтому я получаю удовольствие. Там на завтрак прихожу и ем вот эти советские блюда. Там оливье с колбаской, знаете. Такое. Как огурчики маринованные. Я уже говорил об этом еще раз повторюсь. Что в Москве, в ГУМе, в главном универсальном магазине. Сделали специально столовая номер 21. Там где-то на третьем этаже. Специально для иностранных туристов. Чтобы они могли прийти и попробовать советскую еду. Но там это подделка. Это не настоящее. Там либо повара молодые. Они не знают, как оно. Аутентичный вкус не знают. То здесь это настоящая советская еда. Я получаю удовольствие. Уважаемые любители рок-музыки. Ну, серьезная часть моего доклада окончена. Переходим к несерьезной. Потому что я знаю, что вы задаете вопрос. У меня при чем тут рок-музыка? Ты приехал на Камчатку, сказал, что это рок-путешествие. При чем тут рок-музыка? Ребята, вы заблуждаетесь. Не забывайте о том, что мы были в пещере на Мудновском вулкане. А там концерты дают скрипачи всякие с контрабасистами. Это почти что рок-музыка. В таких экстремальных условиях это однозначно рок-музыка. Несмотря на симфонический оркестр. Теперь второе. Жена Витуса Беринга пианино волокла через всю Россию. Три года везли на телегах. На это способен только преданный рок-музыке музыкант. Поэтому можно считать, что жена Витуса Беринга это основу закладывала рок-музыке Петропавловской. Пианино сюда везла. А вы говорите. Ну и что еще здесь? Здесь на набережной, на главной площади, возле Ленина, возле памятнику Петру и Павлу, возле памятнику Адмиралу Завойко, ребята на набережной играли. Группу кино. Разные песни пели. Ну не всегда попадали в ноты, но все равно. Это настоящие были рокеры. А что все рокеры в ноты попадают? Нет. Поэтому видите, тут настоящее рокерское место. Просто начиная оттуда с жены Беринга, раз с Пеннина, с симфоническим оркестром в пещере и с музыкантами на набережной, которым я передал привет от всех московских рок-музыкантов. Я подарил им немножко денег. Оставил. Ну на поддержку Петропавловской рок-музыке. А вы говорите. Ну и самое главное. Почему это рокерское место? Да потому что это начало нашей русской земли. Вот поэтому. А любой рокер, я уверен, что любой настоящий только рокер, это патриот России, патриот своей родины. Вот поэтому. Это рокерское место. И песню я здесь сочинил, спел ее в разных локациях, приедем, я ее обработаю и сделаем, и отправим ее сюда людям и всей стране, чтобы слушали. И я надеюсь, что она станет популярной. Ну хотя бы здесь, на Камчатке. А вы говорите, что это не рокерское место. Оно вдохновляет рокера Волощука СДНа Создание нетленок. Так что вот так вот, уважаемые любители рок-музыки. На этом прощаюсь с вами. Всем до свидания, до встречи в аэропорту. Уважаемые любители рок-музыки, ну вот она, достопримечательность Камчатки. Ну и вообще России. Иван-чай. Вот это растение называется Иван-чай. Видите, вот здесь целые поля. Мы проезжаем много Иван-чая. Полезная, говорят, трава. Иван-чай. Вот такая вот травичка. Уважаемые любители рок-музыки, обо всем вам рассказал. О отрастях народного хозяйства всяких, о добывающих предприятиях, о туризме, о рыболовстве. Но не рассказал о самом главном, о нашем будущем. Здесь куются кадры, здесь есть несколько высших учебных заведений. Самое главное, это, конечно же, государственный университет имени Витуса Беринга. Видите, аэропорт у них имени Витуса Беринга и университет имени Витуса Беринга. Это главное учебное заведение. Здесь обучают разным специальностям. Есть у них еще технический университет. Есть у них филиал института кооперации. Есть у них филиал Российской академии народного хозяйства. И при ней там есть колледж туризма, где даже наш гид его заканчивал. Есть здесь медицинский колледж. Ну, то есть, медицинское училище в переводе на советский язык. И есть, по-моему, педагогическое училище. Вот такие вот есть здесь учебные заведения. И есть мореходка. Ну, это морской город, поэтому без мореходки куда? Обязательно готовят морских кадров. Так что вот так вот. И здесь есть, чему поучиться и чему научиться. Тот, кто хочет, знает, что отсюда можно сделать шаг вверх. С любой точки мира можно сделать шаг вверх. Как когда-то Гребенщиков спел в своей песне в одной. У каждого дома есть окна вверх. И с каждой двери можно сделать шаг. Но если твой след впечатан мелом в асфальт, куда ты пойдешь, когда выпадет снег? Поэтому, уважаемые любители рок-музыки, не забывайте о том, что мир открыт перед нами. Мы в основном сами себе здесь ставим припоны. Вот в этой голове. Ну, так. Ну, не в этой. В этой голове припонов нету. Но люди часто ставят себе барьеры сами. Никто им не мешает. Они сами себе мешают. Ищут виноватых во всем. Нет, ребята. В первую очередь в своей жизни виноваты мы сами. Все, что с нами происходит, мы сами закладываем свое будущее. Поэтому надо очень осторожно относиться к своему прошлому. Потому что они взаимосвязаны. Ну, вот. Рассказал вам про учебное заведение. А я же, вы помните, да, что Волощук из Дэтаж тоже профессор. Как-никак. Когда-то преподавал. Сейчас я-то в основном рок-н-роллом занимаюсь, когда-то преподавал. Поэтому пришел посмотреть, как тут с учебными заведениями. Все нормально здесь. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук. Волощук. Воложук. Волостей. Волô. Продолжение следует...